Солнечное затмение 2 июля 2019 года Вы видите, все религии одинаковые. 40 дней везде. 40. А, кстати, у японцев цифра 4 считается несчастливой, и даже 4 этажа у них нет. Боятся они четверку. Поскольку число 40 – число библейское, дождь перед потопом шел 40 дней и 40 ночей. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет и так далее. Многие конспирологи предположили, что эта дата будет некой точкой отсчета для драматической последовательности новостей, которая закончится 11 августа 2019 года неким грандиозным событием. Итак, в общем-то и произошло. 2 июля в прессе появилась новость о катастрофе на российском глубоководном аппарате. Потом случились два землетрясения в Калифорнии. Далее Иран захватил британский танкер, сделав это точно в канун 20 июля, на которое многие мистики предсказывали просто пик каких-то важных событий. И само 20 июля тоже не прошло просто так. В СМИ появились сообщения о смерти президента Туркменистана и президента Турции. Причем нечто подобное было предсказано еще в XIX веке в каббалистической книге «Елкут Маше». Если луна затмится в месяце Томуз, султан внезапно умрет и последуют большие неприятности. Пока официальных подтверждений ни из Турции, ни из Туркменистана не поступало. Но, скорее всего, рано или поздно они будут, и пророчество сбудется, как частично сбылось уже другое пророчество, сделанное одним из известных раввинов на основе трактовки каббалистических текстов. Это время будет сопровождаться гибелью домашнего скота, подобной чуме в Египте лихорадкой и болезнями. А также с сухим жарким ветром, но самым разрушительным результатом будет множество войн. И если в месяце Томуз начнется война, она будет между двумя королями. В конце концов, один король победит другого, и он будет в безопасности на своем троне. В общем, пока все идет строго по сценарию, предсказанному комбинации солнечного затмения 2 июля и лунного затмения 16 июля. Однако апофеозом этой событийной цепочки станет 11 августа, то есть 8-11 или 11-8 в американской европейской системе представления дат. А теперь вернемся на пару лет назад. То есть перед этим сделали 9-11, а теперь сделают 8-11. И что же это будет? Апокалипсис какой-то? Давайте, друзья, будем верить апокалипсисам. Ну, я, конечно, склонна верить в рукотворные апокалипсисы. Человечество ведь сидит на суку и пилит этот самый суп, чтобы в пропасть обвалиться, свалиться и разбиться навсегда. Они, конечно, думают, что выживут. Возможно, кто-то и выживет. Для этого и строятся города на воде, города на звездах и города под океаном и в бункерах. А теперь вернемся на пару лет назад, в 22 мая 2017 года, когда, находясь с государственным визитом в Израиле, президент США Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим у стены плача Иерусалима. Фотографии с этого исторического момента напечатали практически все журналы мира. Ну что же, Дональд Трамп – особенный человек. И, ну, да, стена плача, посмотрите, он рукой так, видимо, хочет что-то, что-то он, чтобы сбылось у него. Или он играет роль актера, или действительно верит. На 22 мая 2017 года обратили внимание некоторые нумерологи. Если прибавить к дате 22.05.17, 811 дней, получится дата 11.08.19. То есть как раз 11 августа, как вы видите. Но почему нужно прибавлять 811 дней? Здесь тоже скрывается какая загадка. На этот день, 11.08.19, на который выпадает Тиша-Беав в 2019 году, на основании этого было сделано предположение, что Тиша-Беав в 2019 году будет днем каких-то особенных, скорее всего, связанным днем с восстановлением третьего храма. Вот так, ни много ни мало восстановление третьего храма. Пока 11 августа не наступило. И прошло только 15 апреля 2019 года, которое было знаменательно тем, что вдруг по непонятной причине вспыхнул и сгорел дотла Нотр-Дам-де-Пари. А вы говорите, друзья, все же предсказывают умные люди на земле. А вы сомневались? Ну, тогда слушайте, что предсказали, и дальше ждите событий Нотр-Дам-де-Пари. Он не восстановлен, хотя, может быть, это считается восстановлением, то, что он сгорел. Но, возможно, его как раз к этому дню и восстановят. По какому-то совершенно удивительному стеснению обстоятельств, 15 апреля и 11 августа отделяют 118 дней. То есть, какая-то необычная тройная симметрия вокруг Тиш-А-Б-А-В. Причем, в 8.11 – это запись 11 августа в американской транскрипции, и за 811 дней до этого дня руины второго храма посетил президент США. 11.08 – то запись 11 августа в европейской транскрипции. И за 118 дней до этого в Европе произошло другое знаковое событие, связанное с культовым объектом. Исходя из вышеизложенного, американский конспирологический блога «Дром» гадает, чего ждать от 11 августа, и версии на этот счет высказываются самые разные. Есть предположение, что 11 августа будут какие-то события вокруг мечети Алякса, поскольку сейчас у мусульман 1440 год, символическое число 144, и на 11 августа выпадает мусульманский праздник Идаль-Адха, Курбан-Байрам, то есть праздник жертвоприношения. Есть предположение, что 11 августа будут какие-то события в Калифорнии, которые стоят на 118-м меридиане. Какие это будут события, можно только догадываться. Возможно, что там и произойдет сильное землетрясение. Или случится катастрофа над одной из АЭС. Бегите, граждане, оттуда! Точно будет! Наконец, третья гипотеза опирается на откровение 8, где написано следующее. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и источники вод». И далее. «Имя всей звезде – полынь, и третья часть воды сделалась полынью, и многие из людей умерли от воды, потому что они стали горьки». Возможно, конечно, что полынь – это как бы намек на катастрофу АЭС. То есть, где-то произойдет еще один Чернобыль. Однако, этот Чернобыль произойдет не сам по себе. С неба упадет звезда. Звездой может быть либо метеорит, либо атомная боеголовка. Шутники такие, да? При этом напомним, что в материале «Солнечное затмение» 2 июля с неба на землю придет король ужаса. Это издание дало трактовку известного 72-го Катрена из 10-й центурии Нострадамуса. В год 19-й, после нового миллениума, в месяц 7-й с небес спустится великий король ужаса. Он воскресит великого короля Ангол-Муа и до и после Марса будет править счастливым. То есть, возможно, что король ужаса – это некое небесное тело, знаком скорого падения которого станет солнечное затмение в июле 2019 года. И упадет этот король ужаса как раз где-то 11 августа, после которого два короля начнут войну и Марс будет править счастливо. Ну что же, друзья, мы можем только смотреть о том, что предсказывают раввины. И, конечно, мы должны понимать, что многие предсказания – это их предсказания, которые они будут внедрять в жизнь. Но это наша с вами общая жизнь. Никуда мы с этой планеты не убежим. Одна наша Земля. И кто-то захватил власть, кто-то может на ней делать свои события, формировать катрены, формировать предсказания, затмения и все остальное прочее. А мы с вами, ну, как стадо баранов, должны наблюдать. Ведь не даром есть пастухи и есть овцы, которые идут на заклане, как вы тоже это знаете из библейских сюжетов. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан.